добрый вечер всем привет рад всех видеть интересная опять же в позитивном у нас духе такая и шутка мудрость как один человек другому говорит слушай ну я вот работаю у меня 100 тысяч человек в подчинении грида ты что то что да 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 как такое может быть еще большой начальник такой ну у меня пасека и там 100 тысяч пчел и вот это к тому что как мы об этом как мы говорим как мы говорим с позитивом о своей работе или о своих каких-то повседневных делах как кто внимательно слушает шутки в начале наших эфиров так однажды однажды сказал рассказал шутку про про уборщицу в аэропорту что она не может просто так взять и уйти из авиации да все вот как мы как как мы называем то нас и формирует формирует нашу атмосферу нашу нашу жизнь мы не можем изменить весь мир к лучшему но по крайней мере мы можем изменить собственно то что у нас происходит в нашей жизни и это безусловно влияет на успешность нашу и в принципе в радости еврей должен пребывать радости но мы находимся в двадцать третьем и яре у нас 23 яра на календаре ближайший к нам праздник это шавот который уже вот через две недели праздник дарвания тора приближается а пока что мы отчитываем дни до шавота и сферата омер другими словами и одновременно как бы из исправляем качество своего характера то есть у периода сферата омер отчета дней до шавота есть несколько объяснений как мы уже неделю назад тоже обсуждали этот момент ну и главный из них это считать денечки как мы говорим по-русски считать денечки до до дня дарвания тора до шавота и исправлять в себе ту или иную комбинацию черт таких черт характера и у нас у нас снова две сдвоенные главы торы бар и бэхукатай переводится это очень просто бар это на горе бэхукатай это по моим законам по моим установлениям и по сути говорят даже название эти очень очень близки и понятно почему в том числе понятно почему объединены эти две главы торы в в одну неделю для того что мы изучали в эту неделю что смысл их очень близок но кратко мы посмотрим что происходит наших главах прежде всего на на горе синаи б.р. да б.р. синаи на горе синаи бог сообщает муше законы субботнего года то есть седьмой день седьмой год так называемый седьмой год или год шмита он называется законы этого дня говорят о том что то есть законы этого года говорят о том что каждый седьмой год в эры цесраэль земля должна отдыхать то есть на ней нельзя пахать нельзя собирать урожай короче говоря земля должна пребывать в покое и очень интересный любопытный закон который несет в себя очень много ну необычного как бы мы не привыкли рассчитывать на скажем так чудо то есть как бы как как можем как как можно полагаться на то что вот нельзя не нужно возделывать землю и как мы можем на это полагаться что у нас будет достаточно урожай в предыдущий год но факт остается фактом и заглядывая назад обращиваясь в историю мы знаем что да у евреев не было недостатка в урожай из-за соблюдения года шмита то есть в в предыдущий год в предыдущий год до седьмого до седьмого года всегда был урожай достаточный на три года на текущий на следующий и на еще последующий пока не будет пока не будут созреты урожай но в короче говоря тогда когда уже можно будет возделывать землю в восьмой год на на девятый получается урожай созревает дальше торе то дальше в наших главах дальше в глэй бар описывается пятидесятый год называется юбилейный в этот в этот год это получается после семи комбинаций из семи лет то есть семь раз по семь лет да и наступает пятидесятый год и год юбилейный в которой к плюс ко всему еще и рабы получают свободу ну как рыбы опять же не хочу вдаваться подробностей рабы не в светском плане не еврейском арабы в еврейском плане тот вор который украл и не не смог отдать что у него есть его взяли в дом в качестве работника который работает как бы ну бесплатно и там конечно воспитательные моменты присутствует безусловно короче сам факт что вот такие вот люди такие евреи такого такие рабы они в 50-ый год в любом случае выходят на свободу проданные землевладения в эрцесраэль возвращались к изначальным владельцам собственно это все будет восстановлено в период третьего храма и прихода машиаха дальше еще глава бр заканчивается тем что там содержатся законы регулирующие продажу земель и законы запрета обмана мошенничества и законы запрет давать деньги под процент этого мы с вами этой темы мы кстати с вами коснемся а пока еще доскажу кратко про главу бэхукатай и перейдем к теме в главе бэхукатай всевышний обещает что если евреи будут следовать его закону то удостоятся материального и духовного блага и покоя на своей земле и но так же звучат слова предрекающие да предрекающие как бы пророчества такие слова пророчества что будет изгнание из эрцесраэль и другие бедствия которые постигнут еврея если они нарушат свой союз с бодом ну что собственно и произошло то почему мы все таки с вами до сих пор разбросанную в диаспоре и не пришел до сих пор машех как бы означает что все что мы сейчас с вами изучаем это имеет место вот абсолютно на наши с вами практики и и все в конце главы бэхукатай говорится разные такие тонкости законы дарственных обетов также закон о мааселе это десятая часть доходов и десятая часть урожая и десятая часть приплода скота все ну а мы с вами переходим к нашей теме которая звучит как принятие ярмани вес с помощью правильных экономических действий очень любопытно такое название и мы начнем с цитаты которая в главе бр звучит она так если обеднеет твой брат и придет в упадок поддержи его не бери с него проценты и роста это предупреждение содержащие в этой главе которое заканчивается словами после этих слов сказано я бог всесильный ваш который вывел вас из страны египетской чтобы быть вам богом всесильным ну понятно что имеется ввиду в этой в этом законе что нельзя когда одалживаешь деньги этот закон относится конечно прежде всего к евреям потому что тора это прежде всего законы для евреев они более более сложные более более расширенные и речь идет просто о том что когда одалживаешь деньги еврею то нельзя брать с него за это проценты и так вот мудрецы объясняют что каждый кто принимает на себя ермо закона о проценте то есть вот принимает на себя полноценно вот этот вот закон то он принимает на себя ермо небес ну то есть власть всевышнего принимает на себя а каждый кто снимает себя вот это правило про процент он сбрасывает с себя власть Всевышнего и вот мы сейчас попытаемся и разобраться почему привязка такая именно к этому закону о запрете брать процент с евреем и принятие власти Всевышнего вообще в чем идея вот этого понятия есть такое слово интересное русское расставщичество то есть давать деньги под процент безусловно это легкие деньги об этом сейчас с вами чуть подробнее остановимся так вот суть этого действия заключается в том что человек получает доход от без приложения собственно труда то есть это не работа возле компьютера умственная не работа физическая в цеху на заводе просто у тебя имеются денежные ресурсы слава богу и ты их одалживаешь и вот одалживание денег сейчас чуть-чуть пойдет мини экономика для для экономистов наверное это будет больше близко но суть в том что одалживание денег принципиально отличается от одалживания какого-либо другого предмета деньги не являются конкретной ценностью предметом это так эквивалент стоимости деньги это эквивалент стоимости на них можно купить товары и услуги и когда человек дает взаймы свои деньги другому они перестают быть его деньгами а уже принадлежат тому кто взял в долг и получая с этих денег процент тот кто дает он зарабат он зарабатывал бы на чужих деньгах только потому что когда-то эти деньги были его то есть совсем по-другому когда человек вкладывает капитал в дело когда его деньги по-прежнему принадлежат ему и он получает прибыль то есть просто есть деньги и как-то как человек с бизнес ориентацией с бизнес ориентированием таким вкладывает деньги в какие-то проекты в какой-то бизнес и теперь это его деньги просто они теперь вложены и он с них получает прибыль уже с каких-то осуществленных действий а в случае же займа когда человек занимает когда ну вот когда человек отдает эти деньги одалживает то все в этот момент они ему не принадлежат они принадлежат тому кто занял конечно тот кто занял должен их отдать но все таки в конкретный момент до такого как он их не вернул это деньги считаются его и вот это проясняет то есть это проясняет вопрос почему запрет ростовщичество давания взаймы символизирует картину общую картину служения Всевышнего Бог создал мир таким образом что его благословение приходит только тогда когда человек трудится за результаты своего труда и это мы можем кстати говоря убедиться в Таили в салмах царя Давида царь Давид писал о том что благословен тот кто кушает от трудов рук своих если я не ошибаюсь могу ошибаться но по-моему это 120 Таили или около того или 120 или 122 вот что-то одно из этих то есть именно благословение если 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 ты трудишься по-честному нормально без каких-то вырывания у кого-то денег без обмана и и в этом есть в этом есть благословение такое Всевышний установил порядок и вот и это касается и духовности тоже заповеди тоже как бы нужно зарабатывать то есть как бы нужно нужно их делать нет такого что заповедь тебе придет домой хотя конечно бывает такое что как бы бог так делает это конечно нам очень удобно когда как бы какая-то заповедь нам падает буквально вот только сделай и все ну допустим там кто не одевает постоянно твилин пока еще и вот там к нему подходит раввин и говорит вот смотри вот твилин давай две минуты я тебе одену заповедь будет готова опа все тебе как бы ничего делать не надо просто он тебе намотает и ты сказал Шмайс Раэль заповедь тебе капнула заповедь выполнена и таких много или помочь кому-то близкому человеку если ты помогаешь вот помощь ближнему тебе капнула или спрашиваешь как дела как самочувствие опа тоже сам тому не придал значения а как бы как бы засчитывается как бы даже посещение больных да то что ты спросил про здоровье и так далее но в принципе по большому счету как бы для заповеди тоже нужно трудиться и так устроен мир то есть как как работа должна делаться так честно и ну достойно без каких-то вот ухищрений так и духовная жизнь тоже еврея должна строиться как бы по-настоящему должен прилагать усилия то есть вот кошерное питание дома это я не кушаю теперь вот я значит так себя веду так вот и вот вопрос логичный вопрос ну все-таки почему Всевышний установил такой порядок почему надо работать ну вот почему нельзя вот просто чтобы чтобы каким-то образом поступали тебе деньги или чтобы мы в них не нуждались он же мог он же может все он может устроить все и мог устроить мир по-другому мироустройство оно могло быть устроено по-другому и мы как бы и не знали что а может быть то есть а могло бы быть по-другому да то есть как бы он мог все сделать так вот ответ в том именно потому что Всевышний это абсолютное добро то есть по большому счету причины его причины сотворения мира ну это конечно общая тема которую она сейчас уведет в сторону на год но одна из причин которые Бог нам как бы позволил понять причины сотворения мира чтобы у него желание давать добро это такая как бы такое зернышко одно из множества таких вот объяснений которые он нам дал понять как бы делать добро он хотел давать добро и и он сделал так что все должно быть получено нами трудом так как только то что достигается собственно работа это и есть настоящее добро потому что то что бесплатно это еще называется хлеб стыда то есть мы с вами можем я как-то уже когда-то обращался к этой к этой теме что что то что достается нам бесплатно это не ценится это как-то забывается стирается а потом ну то есть как бы мы даже не придаем этому значение если нам где-то в чем-то помогли подсказали это как в игре на детской игре даже можно понять что когда ребенок сам там выиграл в какую-то игру пусть простую но он это сделал сам может быть футбол а может быть шахматы любая игра но если он сам выиграл он он довольный он гордится это я сделал у меня получилось о а если ему помогли а там как-то переставили фигуры на шахматной доске то конечно его какая-то ну шут как бы наигранная гордость будет какое-то время продолжаться но совсем речь не о том когда ребенок сам чего-то достиг и и и вот поэтому радость по-настоящему и большое добро к нам и благословение приходит когда когда честно происходит наша работа и когда мы честно вот по-настоящему выполняем какие-то заповеди вот самостоятельно пусть чуть-чуть пусть пока что как-то не уверенно но но вот самостоятельно в этом есть большое благословение и вот поэтому уже подходя к концу запрет давать деньги в подпроцент еврею символизирует вот принцип добра и принцип благословения очень ярко очень ярко символизирует чем чем какая-либо другая заповедь потому что поэтому тот кто соблюдает этот запрет давать под процент принимает на себя ярмо небес власть всевышнего и и как бы понимая что это деньги ну во первых просто потому что это заповедь да мы выполняем просто потому что это заповедь от бога все есть другие и есть это все но все-таки когда мы хотим понять а почему тогда подводя вот по полочкам итоги того что мы сейчас сказали тогда можно понять ага это значит одалживаемые деньги считаются на данный момент не мои а того кто одолжил и и и поэтому я чисто вот логически формально по установленным богом закона да и как бы понять даже просто своей ну как бы своим умом можно понять что это некорректно как бы с этого как бы я их не вкладываю в капитал и плюс нам Тора объясняет что это еще и легкие как бы не требующие труда как бы заработок а это как бы не тот принцип который установил Всевышний в этом мире соответственно в этом нету брахи благословения нету в этом нету факта добра который бог хочет видеть в нас а значит как бы это делать не надо в любом случае и в качестве заключения такая маленькая интересная история про честность про прямоту был такой интересный большой раввин раби Исраэль из Салант его еще называют Салантер на наидыше вот так вот эти городочки их всех так называют то есть как бы вместо фамилии к еврею прикрепляют городочек с окончанием эр то есть города Салант значит Исраэль Салант так вот в эту синагогу где он молился однажды пригласили нового Хазана тот который ведет молитву и значит Хазан подошел с вопросом к Рав Салантеру и спросил ну вот что мне нужно думать во время молитвы да вот какие намерения я должен иметь чтобы вот молитва была моя вот высокого духовного уровня на что Рав Салантер ему говорит прежде всего выучи все напевы все мелодии вот которые приняты здесь в этой общине ну человек тут удивлен Хазан удивлен как почему это же это и так понятно как бы ну а даже если я не тот мотив какой-то однажды пропою в чем будет проблема но Рав Салантер поясняет понимаешь в чем дело ты должен выполнять свою работу в точности и так как это требуется то есть это твоя работа на данный момент а в этой общине приняты именно вот те или иные мотивы которые ты должен выучить и если ты их не выучишь если ты их не будешь знать то ты некачественно будешь выполнять свою работу а это нельзя это запрещено то есть прежде чем иметь какую-то кавану намерение в молитве вот он хотел высоко вот как-то чтобы его молитва очень была такой высокой но прежде всего Рав Салантер ему объяснил что ты прежде всего должен минимально вот как база как база ты должен просто качественно выполнять свою работу а дальше безусловно конечно наращивать уже наращивать уже намерение и вот уже чтобы молитва была достаточно высокой и духовной все на этом мы завершаем на этой высокой ноте я всем желаю чтобы работа всех нас была такой прямой порядочной и угодной и людям и Всевышнему и чтобы мы приняли как говорится ермо Всевышнего власть небес и этот урок можно поделиться им еще с кем-то и это будет тогда еще распространение Торы все всех благ хорошего настроения хорошего самочувствия очень важно и до встречи через неделю всем пока